Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейщий Ди, и как высоко может подняться биткоин в этом цикле? Насколько параболическим может быть движение? Насколько высокой может быть следующая вершина? Это вопрос на миллион долларов, и люди готовы отдать все за ответ. Но что если я скажу, что ответ находится прямо перед нашими глазами, на этом самом графике, который ты видишь на своем экране? В 100% случаев биткоин достигал вершины на уровнях Фибоначчи. Фибоначчи – это одна из самых великолепных, одна из самых завораживающих вещей на планете Земля. Ведь эта вещь лежит в основе многих явлений и раскрывает самые глубокие секреты, которые есть в этом мире. Один из таких секретов, где будет следующая вершина криптовалютного рынка в этом цикле. Посмотри, 2013 год, где был пик? Точно на уровне Фибоначчи 2,36. 2017 год, следующий рыночный цикл. Следующее параболическое движение, но уже больше наблюдателей и инвесторов, так как в рынок зашло еще больше новых людей. Где биткоин достиг пика? На том же уровне Фибоначчи 2,36. 2021 год, у нас снова был большой приток трейдеров, множество новых людей пришло в криптовалюту. И где же биткоин достиг вершины? Точно на уровне Фибоначчи, но уже на уровне 1,618. Так что, этот цикл будет вести себя так же? Смотри, у нас есть этот желтый уровень 2,36 по Фибоначчи, который может быть нашей следующей вершиной. Этот синий уровень, который тоже может быть нашей вершиной. И шокирующий красный уровень, который также может оказаться пиком этого цикла. Давай разберемся, что из себя представляет каждый из этих уровней с точки зрения цены и вероятности, что он станет нашей следующей вершиной. После этого мы сыграем в забавную игру в комментариях, а в конце видео я назову конкретные ценовые цели. Но прежде чем мы начнем, не забудь передать за проезд 1 лайк коин. Без этого поезд не едет. Это очень помогает каналу двигаться, ну и мне находить мотивацию для создания новых видеороликов. Поставил? Большое спасибо. Давай приступим. Это месячный график биткоина, и перед нами линии Фибоначчи. Чтобы нанести их на график, перейди к инструменту Fib Retracement. Растяни сетку от предыдущего максимума цены до минимума цены. Установи логарифмический график и отметь только вот эти уровни. После всех этих манипуляций ты получишь такую же картину. Заметь, что в 66% случаев биткоин достигал вершины цикла на этом красивом желтом уровне. Это легендарный уровень по Фибоначчи 2.36. В истории биткоина есть три цикла, которые уже завершились. Это 2013 год, 2017 год и 2021 год. Из них два цикла нашли пик на этой желтой линии, и один цикл нашел свою вершину на синий. То есть, грубо говоря, в 66% случаев пик был обнаружен на желтом уровне Фибоначчи, и в 33% случаев на синей линии Фибоначчи. Сейчас ты скажешь, что желтый уровень находится слишком высоко. Достичь его невозможно. Но на самом деле это заблуждение. Другой вопрос, реалистично ли это? Это определенно возможно. Шанс на это 66%. На самом деле это очень высокий шанс. Но прямо сейчас кажется, что эта желтая линия находится слишком высоко в стратосфере. Но я помню времена, когда также говорили и про 20 тысяч долларов за биткоин. И про 60 тысяч долларов за биткоин. Когда-то эти уровни казались невозможными. Синий уровень Фибоначчи. Он становился пиком цикла в 33% случаев. То есть, в 1-3 случаев. Буквально в одном из трех наших прошлых циклов. Конкретно это был последний цикл. Мы достигали вершины на этой синей линии. И на самом деле у нас была двойная вершина на этой линии. Что интересно, это то, что мы сейчас находимся приблизительно на том же уровне. Только в текущем цикле на сетке Фибоначчи это красный уровень, а не синий. Именно здесь мы находимся уже несколько месяцев, столкнувшись с серьезным сопротивлением на этом уровне. Почему? Потому что у нас просто безумное количество рыночной структуры на этом уровне. Учитывая тот факт, что наша предыдущая двойная вершина в прошлом цикле находилась прямо на этом уровне. То есть прошлый цикл на этих отметках достиг пика и не смог расти дальше. Именно поэтому мы уже почти 4 месяца на этом уровне. Это очень исторический уровень. И как только биткоин пробьет этот уровень, начнется четвертая фаза бычьего рынка, которая несомненно является самой параболической частью всего цикла. Пробитие этого сопротивления на красном уровне открывает дорогу и до синего, и до желтого уровней. Пробитие красного уровня значительно увеличит шансы на максимально быстрое и резкое движение к синему уровню. Это может быть буквально несколько месячных свечей. Однако есть и теория о том, что красный уровень может оказаться пиком цикла. По аналогии с тем, как в 2017 году пиком стала желтая линия, а в 2021 уже линия пониже, синяя. Кто-то допускает, что в этом цикле мы продолжим опускаться ниже по этой лестнице, переступив уже с синий на красную линию. Но как это возможно вообще? Ведь мы никогда не делали этого раньше. В новом цикле достичь пика предыдущего цикла и на этом переходить в медвежий рынок? Как это вообще возможно? Единственной причиной, которая может привести к такому сценарию, это пересечение текущего рынка с нашей двойной вершиной вот здесь. Это просто сумасшедшая структура, которая уже три года не дает нам пройти сквозь пик 2021. На уровне в 74 тысячи долларов мы встретили эту сумасшедшую структуру, диапазон сопротивления которому уже около трех лет. Кроме этого, мы достигли 74 тысяч долларов на супер перегретом рынке. Мы говорили об этом не раз. В истории биткоина такая перегретость рынка встречалась лишь несколько раз. Это также вписывается и в теорию 5,3 для биткоина. О чем говорит эта теория? Она утверждает, что процентный прирост в каждом цикле снижается в 5,3 раз. В рамках этой теории также для того, чтобы дать очередные 10 иксов, биткоину необходимо удвоить время достижения этих 10 иксов. Это означает, что биткоин все еще способен расти в 10 раз, но для этого ему потребуется вдвое больше времени, чем в прошлый раз. Теория 5,3 дает нам пик этого цикла всего в 77 тысяч долларов. Исходя из этой теории, мы не достигли 100 тысяч долларов в прошлом цикле 2021, потому что для этого необходимо вдвое больше времени. Не один цикл, а два. Чтобы достичь 1 миллиона долларов, потребуется еще вдвое больше. То есть 2 умножить на 2 цикла, уже 4 цикла. Иными словами, биткоин может стоить 1 миллион долларов 28 ноября 2041 года. Позволь мне сказать следующее. Биткоин обычно делает противоположное тому, чего все ожидают. Это касается любого рынка на самом-то деле, не только криптовалюты. Что бы ни кричало большинство людей, обычно рынки поступают противоположно этому. Если мы, к примеру, посмотрим на CBC и другие мейнстримные СМИ, лучше делать все наоборот. И тогда обычно получается очень хорошо. Если все СМИ кричат, что биткоин вырастет до 100 тысяч долларов, наверное, это не произойдет. И наоборот, если все СМИ кричат, что биткоин упадет до 10 тысяч долларов, до 12 тысяч, то, скорее всего, пришло время покупать. Все, что мы хотим, это делать противоположное тому, о чем все говорят, абсолютно все. Поэтому я приглашаю тебя сыграть в игру прямо сейчас. Рискни в комментариях предположить, что большинство людей выберет, если бы у них было 3 варианта выбора. Где будет следующая вершина этого цикла? Желтый уровень 2.36 по Фибоначчи? Синий уровень 1.618 по Фибоначчи? Или красный уровень по Фибоначчи? Как ты думаешь, какой вариант выберет большинство людей? Мое предположение и моя интуиция заключается в том, что большинство людей выберет синюю линию. Вероятно, ты тоже думал о ней все это время, потому что желтая линия кажется немного безумной и недосягаемой, а красная линия кажется такой же безумной. Ведь многим людям будет сложно поверить, что пик этого цикла может оказаться на красной линии. Ведь это фактически тот же пик 2021. Неужели мы не сможем вырасти выше 2021 года? Это же невозможно. Эти рассуждения и приводят большинство людей к синей линии. И это заставляет меня думать, что мы не найдем пик на синем уровне, потому что именно так думает большинство людей. У меня именно такой ход мыслей. На втором месте по популярности в комментариях, скорее всего, будет желтый уровень. Опять же, потому что мало кому в голову придет, что красный уровень может оказаться пиком, ведь он даже не превысил пик предыдущего цикла. А значит, красный уровень будет на последнем месте по популярности. Потому что, опять же, мало кто может поверить в такой сценарий. Он даже вызывает злость и ненависть. И даже говорить о нем страшно, иначе тебя зальет волна хейта. Может, поэтому именно красный уровень всех нас шокирует. Что касается меня лично, меня мало волнует, где биткоин достигнет пика в этом цикле. Я совсем не заинтересован ловить этот пик. Пытаться его найти вплоть до последнего цента – это не для меня. Я смотрю на другие вещи. Например, на такие. Одобрен первый в истории США спотовый биткоин ETF. Спотовый биткоин ETF – это самый успешный запуск ETF в истории. ETF выкупает больше биткоинов в день, чем добывают майнеры. Одобрен спотовый эфириум ETF. Трамп создает прокриптовалютную армию. Уолл-стрит и крупнейшие банки покупают биткоин. Высокое неликвидное предложение. Рекордно низкое предложение на биржах и вне биржевых площадках. Никакой шумихи в СМИ и никакого розничного интереса. Шок предложения неизбежен при росте спроса. Но как здесь можно быть пессимистом? Как можно не быть оптимистом в ближайшие 5, 10 и даже 20 лет? И все это без учета будущего снижения процентных ставок, глобального скачка ликвидности, количественного смягчения и обесценивания бумажной фиатной валюты. Все эти факторы неизбежны просто из-за природы фиатных денег. Это в них вложено, а не построены на этой основе. Именно поэтому мне все равно, когда начнется медвежий рынок. Мне все равно, когда биткоин достигнет пика в этом цикле. Потому что я намерен держать его еще не один цикл. И однажды отметки в 70 тысяч долларов будут казаться такими же далеко низкими, как 3 тысячи долларов, 10 тысяч долларов и даже 20 тысяч долларов сегодня. Именно поэтому для меня важно только это. Вот здесь люди думали продать или не продать, пик это или не пик. Вот здесь люди задавались такими же вопросами. Посмотри, как эти моменты выглядят сегодня. Да их просто не видно, абсолютно не важно. Продать биткоин за 1200, чтобы потом жалеть об этом, когда он будет стоить 20 тысяч долларов. Продать его за 20 тысяч, чтобы потом жалеть об этом, когда он стоит 69 тысяч долларов. Продать биткоин сегодня за 70 тысяч долларов, чтобы спустя 20 лет жалеть об этом, смотря на курсы в районе миллиона долларов. Что такое 60 тысяч долларов сегодня? И что такое биткоин? Посмотри на этот график, как обесцениваются деньги по отношению к недвижимости и как обесценивается недвижимость по отношению к биткоину. Ну а сейчас, я думаю, нам стоит раскрыть эти ценовые цели. Желтая линия – это почти 530 тысяч долларов. Синяя линия – это 174 тысячи долларов. А красная линия – на предыдущем максимуме в районе около 70 тысяч долларов. Теперь имей в виду, что когда мы достигнем максимума, мы можем пробиться через один из этих уровней. Это довольно просто, но я должен сказать очевидное. Мы можем увидеть драматическое пробитие этой красной линии и пройти путь, например, до 80 с чем-то тысяч долларов. Но при этом месячная свеча все равно закроется ниже красного уровня. То есть мы можем увидеть длинный фитиль, длинную тень свечи, но ее тело при этом все равно закроется ниже этого красного уровня. Является ли цель в 530 тысяч долларов абсолютно сумасшедшей? Безусловно. Является ли она вероятной? Абсолютно. Мы делали это в 66% случаев. В двух из трех последних циклов мы достигали пика именно на этом уровне Фибоначчи. Поэтому даже такое движение до 530 тысяч долларов не будет аномалией. Синий уровень в 174 тысячи долларов кажется безопасной ставкой. Я думаю, большинство людей выберет именно его. Но опять же, я люблю идти против большинства. Поэтому я бы сказал, что синяя линия менее вероятна именно по этому. Потому что большинство людей ожидает именно этот уровень как пик цикла. Исходя из этой логики, учитывая, что красную линию большинство людей выберет в последнюю очередь, даже у нее шансов больше, чем у синей. Итого, вероятно, в этом цикле рынок сделает что-то абсолютно дикое и безумное. То, чего никто не ожидает. Например, найдет пик цикла на этом красном уровне. Или же наоборот, вот на этом желтом. И то, и то будет драматически шокировать рынок трейдеров и инвесторов. Нас всех ожидает огромный шок. Меня зовут Богатейший Ди. Мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok